Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса в том, что ребёнок с 7 лет не имеет адаптации в школе. Мама пишет, что на уроках боится, без мамы не хочет учиться, и, соответственно, мама сидит в коридоре, когда ребёнок находится в классе. Мама говорит, что вводила ребёнка к детскому психологу, он ничего не сделал, как только поговорил с ней. Учитель с ребёнком не разговаривает, но в целом ребёнок общительный. Мама спрашивает, как правильно адаптировать ребёнка к школе. И мой ответ, собственно говоря, будет таков. Что ребёнок является продуктом семейной системы. Вот. Является отражением в общем целом вас, Екатерина. Именно так зовут маму, которая задаёт данный вопрос. В общем-то является продуктом вашего воспитания. Да? И его домашняя, его домашность, его такая вот привязка к вам, собственно говоря, напрямую связана с вашей тревожностью. То есть, если вы тревожны, то и ребёнок, соответственно, тоже. Если вы обладаете вот такой боязливостью, да, например, где-то в чём-то, то и ребёнок, соответственно, будет обладать чем-то подобным. Так же, как и вы. К сожалению. Поэтому, в известном смысле, детский психолог сделала правильно, что поговорила с вами, Анна с ребёнком. Но вам с вами нужно не просто говорить, а вам нужна психотерапия семейная для того, чтобы подкорректировать вашу семейную систему. Да? И увидеть, какие мысли вы в целом транслируете своему ребёнку. Да? Например. Здесь хочется отметить две вещи. Во-первых, как обстоят дела с мужской фигурой для ребёнка? Папа, значит, дядя, дедушка, как обстоят у вас отношения с мужчиной? Вот. Если вы одна, то это один момент. Тут, скорее всего, происходит невольный перенос на ребёнка того, что вы хотели бы видеть, например, от своего мужчины. Да? Если, например, ребёнок к вам привязан, вот, это значит, что без вас он не может, соответственно. Идея здесь в том, что вы транслируете ребёнку такую мысль, что без меня ты не справишься. Да? Без меня ты не выживешь. Почему такая мысль ребёнку может транслироваться? Или как ребёнку такая мысль может транслироваться? Ответ довольно простой. Чтобы вас не бросили, чтобы вы не остались одна. То есть, вот, такая в данном случае идёт тенденция. Если у вас мужчина есть, и, соответственно, этот мужчина – отец ребёнка, это другой вопрос. Здесь нужно уже смотреть на ваше взаимодействие с мужем. Вот. И, соответственно, если у вас есть мужчина не отец ребёнка, то это тоже отдельная история. Тут тоже надо рассматривать отдельно. Поймите ключевую вещь, что адаптировать ребёнка к школе, что называется, бесполезно без изменений семейной системы. Потому что возвращаясь обратно домой, снова оказывается в той среде, из которой он таким выжил. И изменение какой-то среды в школе ничего не даст без изменения ваших отношений. К примеру, домашний ребёнок – это ребёнок, находящийся в слиянии с мамой. Что такое слияние? Это стёртость личной границы. Когда ребёнок, например, спит с мамой, когда ребёнок привязан к ней, когда ребёнок не обладает автономностью, когда ребёнок не обладает самостоятельностью, соответствующей своему возрасту, конечно же. Вот. И эти моменты важно замечать, эти моменты важно корректировать, важно обращать на это внимание. Вот. Например, сколько вы даёте свободы своему ребёнку, например, как много вы о нём заботитесь, как много вы позволяете делать ему что-то самостоятельное и т.д. и т.п. Здесь также видно, что ребёнок почему-то боится именно учительницу, но не боится учителя. То есть тикотеец, он получается к учителям, к учителю, к мужчине. Что может, конечно, намекать на то, что ему как-то вот мужской фигуры не хватает. Ребёнку очень, особенно мальчику, ребёнку очень нужна мужская фигура. Девочке, соответственно, нужна женская фигура. Вот. Хотя и мужская тоже, безусловно, нужна. Вот. И, соответственно, очень важно, чтобы мальчик общался с, как это сказать, с родным взрослым. То есть, чтобы у него постоянно был взрослый мужчина. Вот. Желательно не дедушка, желательно не человек старшего поколения, желательно человек поколения, подходящий ему к отцу, то есть примерно вашего возраста. Сколько вам лет, я не знаю. Вот. Знаете, да, Екатерина, какая штука? Ну и повторюсь, без работы с вашей тревожностью, без работы с вашим страхом, без работы с вашими личными границами, без работы с вашей собственной жизнью, которой вы жертву стираете ребёнка всю неделю на уроках и так далее, тоже ничего не получится. Если, условно говоря, мама является домохозяйкой, если, условно говоря, мама является человеком, который достаточно мало активничает, да, достаточно мало проявляет себя, я имею ввиду, помимо, да, вот, матери, вот, что ребёнок, соответственно, тоже не будет проявлять себя никак, кроме как сын, и причём сын маленький, сын зависимый. То есть ребёнок ваш уже не только ваш ребёнок, ваш уже человек, он уже личностный, он уже субъект деятельности, может быть, он ещё и не созревшая личность, но он уже активно формирующаяся личность. Вот. И семь лет, возраст, к сожалению, достаточно большой уже. Изменения, которые нужно начинать, да, они достаточно постепенно меняют. То есть это не три года ребёнку, да, там, не пять даже, а уже семь. Уже школа, уже игры с мальчиками, соответственно, начинаются совсем другие процессы, а ваш ребёнок, получается, не прошёл стадию автономии, вот, не прошёл стадию отделения от матери, получается. А эта стадия должна была закончиться давным-давно. Вот, эта стадия должна закончиться, ну, по-хорошему, где-то, вот, наверное, на втором году жизни. А она, получается, протекает в той или иной степени до сих пор, понимаете? И вы в это вносите свой вклад, Екатерина, вы этому активно способствуете и так далее. И вот этот момент вам основной нужно принять. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок адаптировался к школе, вам нужна работа с психологом. Именно вам и, как бы, в целом перестройка семейной системы. В целом представление ребёнку того места, которое ему нужно. С автономностью, с личной ответственностью, с разделением границ, с договорённостью, с правилами вашими и его. Вот. И, соответственно, как вариант достижения вот этой самой безопасности, которой у ребёнка нет. То есть, что это значит? Это значит, что ребёнок, когда выходит во внешний мир из семьи, да? Впервые это происходит где-то, ну, так, более-менее полноценно. Это где-то, наверное, ну, 3-4 года, да? То есть, 3-4 года примерно ребёнок уже может как-то полноценно играть с другими детьми. Он может играть и раньше, но эта игра у нас не такая осознанная и как отдельный вид деятельности, как правило, не выделяться. Вот. Соответственно, соответственно, как приходит ребёнок в эти игры? Как приходит ребёнок в общение с другими людьми, с другими детьми? Каким он приходит? Он приходит таким, каким его научили быть родители. Если родители научили его разделять, как бы меня и тебя, если родители научили его «хочу-не хочу», если родители научили его ещё чему-то, то, соответственно, он совершенно спокойно приходит во внешний мир, да, и начинает как бы взаимодействовать. Тот факт, что у вас ребёнок боится, говорит о том, что он чувствует себя незащищённым. Незащищённость осудительствует об отсутствии границ, об отсутствии правил, которые являются средствами для обеспечения личной безопасности человека, любого человека. И, соответственно, эти границы правил нет и у вас. Это чувствуется, когда вы, например, неделю сидите на уроках, приносите себя в жертву, условно говоря. Вот, принесение себя в жертву – тоже нарушение личной границы, тоже постоянная тревога, тоже постоянный страх. И это передаётся ребёнку ребёнку. Только ребёнок, он довольно быстро всё считывает, довольно быстро всё складывает и, соответственно, понимает, что, ага, Мама-то за меня боится, мама-то за меня всё сделает, мама-то всегда рада, но зачем я буду стараться, да? Понимаете? То есть есть такая вот амбивалентная история с очень тонкой золотой серединой, которую вам нужно выбрать. Золотая середина между тем, чтобы дать ребёнку свободу и автономию, и тем, чтобы обозначить ему границу, что можно, а что нельзя. Понимаете, какая штука? И школа – это ответственность ребёнка. Несмотря на вот, как бы, ну, вот эту вот структуру, да, когда, там, если ребёнок, вот он что-то делает, да, допустим, пропускает уроки, хулиганит в школе, да, и так далее, то обычно, как бы, обращаются к родителям, да, то есть говорят, вызовем родителей. Вот. То есть почему-то здесь, как бы, обращаются к родителям, говорят, что вот так и так ваш ребёнок, вот, как бы, ну, такой вот такой. Но когда вопрос, когда вопрос возникает в плане психологии, тут говорят, ну, надо ребёнка адаптировать к школе. Почему пропускают родители, ну, как бы, не совсем понятно. Ведь ребёнок выходит из семейной системы родителей. Вот. И все проблемы этой семейной системы, вся дисфункциональность, если она есть, она и есть. Эта семейная система как бы находит своё отражение в ребёнке. И его страх – это страх семейной системы. Это дисфункциональная семейная система. Это та вторичная выгода, которую получают члены этой семейной системы от такого рода поведения. И у ребёнка есть эта же самая выгода. Понимаете, какая штука. Так вот, то, что ему ничего не интересно, да, то, что он, как бы, ничем не интересуется – это, опять же, история про то, что отсутствие свободы. Не было свободного, эээ, свободного пространства для какой-либо деятельности, да, возможно, был контроль, возможно, была опека, возможно, были ещё какие-то проблемы. Вот. И всё, и ничего не интересного. Ведь интерес – это спонтанная история. Появляется он спонтанно – это творчество по большому счёту. Понимаете, все тараканы вашего сына – это ваши тараканы, тараканы вашей семейной системы. Поэтому работать нужно именно с семейной системой Екатериной. Вот ваш текст – это жалоба. Вы говорите, учитель не помогает, психолог не помогает. Я сидел неделю на уроках – это жалоба. Понимаете, это жалоба. Вы просто пожалованы. Вот. И вот до тех пор, пока вы будете жаловаться и ждать, что к вам кто-то придёт и адаптирует вашего ребёнка к школе, наверное, ничего не получится. Потом, когда ваш ребёнок вырастет, ему придётся долго, достаточно, ну, минимум год, заниматься психотерапией для того, чтобы как-то вот всегда скорректировать. Если вы не хотите, чтобы ваш ребёнок ходил по психологам в будущем, когда он вырастет, и тем более, если вы не хотите, чтобы ваш ребёнок стал каким-либо зависимым, алкогольным, игрозависимым, наркозависимым и так далее, то вам нужно срочно самой заниматься, заняться собой, заняться психотерапией и менять свою семейную систему. Проанализировать, во-первых, свою семейную систему, как вы выросли, как вы взрослели, какой вы ребёнок своих родителей. И дальше уже как бы проанализировать отношения с отцом ребёнка, да, вот, и, собственно говоря, выстраивать свою жизнь, свою жизнь структурировать, Катерина, свою. И тогда, когда ваша жизнь будет структурировать, когда ваша личность будет иметь чёткую структуру, когда базовые потребности ваши будут удовлетворены, тогда появятся возможности для вашего ребёнка идти по здоровому пути. Затягиваться этим я вам категорически не рекомендую. На психотерапию вам нужно как можно быстрее. В данном случае любой, в общем и целом, пропущенный день, то потом достаточно долго будет купироваться личная терапия ребёнка в будущем, когда он вырастет, или, соответственно, это вклад в его возможную зависимость. Поэтому срочно, срочно обращайтесь к семейному психологу, а может быть даже и не к семейному, а к, как бы вот, ну, к индивидуальному, да. Там и семейный психолог работает с парами, да, а тут непонятно, есть у вас пара или нет, вот. Поэтому обращайтесь, начинайте работу и, как бы, результаты не заставят себя долго, долго ждать. Если вы не готовы работать над собой, если вы не готовы меняться сами, если вы считаете, что проблема только с вашим ребёнком, ну, поймите правильно, найдутся специалисты, которые будут работать с вашим ребёнком, но, как бы, эффекта особого от этого не будет. Потому что, повторюсь, какие бы результаты ребёнок не показывал, он будет возвращаться в семейную систему вашу. И будет возвращаться на неё, ну, ещё минимум, ну, сколько вот, ещё минимум 8 лет. 8 лет, а то и 9 лет, а то и 10 лет, а то и 11 лет, он ещё будет возвращаться в семейную систему. А, учитывая, как ребёнок себя ведёт, может быть, и больше. Вот. Поэтому, как бы, как его не адаптировать, всё равно он будет возвращаться в вашу семейную систему. Ну, вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Значит, обратная связь, которую вы можете дать, она в первую очередь нужна вам. На первую очередь нужна вам для формирования начальных направлений для терапии. Вот. Которые, подобно как клубку, будут разворачиваться уже в более глубокие трудности и более глубокие проблемы. Это всё будет лишь 10 градусовlys. В доме было 19Conegen, как клубка.